всем привет сегодня 21 июня 2020 года мы с вами снова находимся в полтавской области на дороге м03 киев полтава харьков-довжанский не забывайте подписываться на наш телеграм-канал вступать нашу группу facebook и подписываться нашу страничку facebook мы сегодня смотрим что у нас на этой магистрали происходит нового относительно того что я вам показывал прошлых выпусках итак мы с вами находимся недалеко от перекрестка вот там может быть вы видите стенд информационный знак эта дорога которая приходит с краснограда и вливается в м03 в прошлом выпуске когда показывал полтавскую окружную здравствуйте мы с вами не заезжали вот сюда мы с вами показывали туннель который там дальше находится но там по туннелю особо никаких работ нету но я вам упоминал о том что здесь строится такой целый развязочный комплекс и вот сегодня мы подъехали поближе посмотреть что же здесь возвышаются какие-то стойки опор мы пообщались с ребятами которые здесь работают напоминаю что здесь везде на этой дороге генподряд у турецкой фирмы анур но на мостовых сооружениях работают украинские компании и в частности здесь мы увидели наших старых знакомых это компанию житомирская мастер которая мы ее встречали на житомирской трассе она там строит у китайской компании в субподряде тоже мостовые сооружения и мне все рассказали что здесь сооружается поэтому мы кратенько посмотрим что здесь и поедем дальше сторону полтавы и так мы видим что здесь такие интересные стоечки ставятся с капителями с ригелями и что здесь будет здесь будет разворотная подкова то есть направление которое будет идти из полтавы она будет разворачиваться здесь и возвращаться обратно на полтаву другую сторону здесь разворота не предусмотрено но очевидно по тот туннель который я вам показывал там на самом деле другая фирма какая-то киевская но мне пока ее не назвали мне там спросить просто не у кого в том туннеле можно будет по идее развернуться если ты едешь наоборот с харькова также к тому туннелю подойдет дорога немножко перенесут вот краснограда там будет такой тоже разворотная развязочка вот здесь будет только только разворотная подкова и что здесь интересного мне поведали здесь будет сплошной монолитный пролет вот такого подкова видно если смотреть на него в плане он зеркальный полностью сейчас тут просто стойки вот какая-то стойка еще стоит только устанавливают опалуку мы видим там связали каркас какая-то стойка еще не забетонирован ригель какие-то стойки вот уже даже под ферменники выставлены ну такой план производства работ какая-то стойка он стоит даже еще в опалубке что интересного здесь будет монолитный пролет полностью монолитный он будет бетонироваться тремя захватками будет центральная захватка между стойками которые стоят по обеим сторонам дороги и дальше захватки с одной стороны и с другой стороны до шкафных стенок но это еще не самое интересное здесь будет использована предварительно натяженная арматура которая будет прямо на месте натягиваться то есть как мне это объяснили здесь будет выставлены опалубки будут проложены специальные гофры ну понятное дело что каждая захватка она отдельно армируется но будет прокладываем специальные гофры прокладываться от шкафной стенки вот так вот по полукругу и до шкафной стенки в эти гофры будут складываться специальные жгуты и арматуры которая потом будет натягиваться и после того как все здесь будет уже бетонироваться специальными домкратами на шкафных стенках будут натягивать вот так вот по полукругу эту арматуру и на шкафные стенках же закреплять ее и соответственно вся эта конструкция вот будет держаться таким образом мы такого с вами пока еще не встречали хотя как-то отдаленно это можно ну не знаю что-то похожее на мост шашлычного типа но может шашлычного типа там вообще из отдельных частей он собирается и натягивается на таких вот арматурных вантах как бы внутри самих пролетов здесь что-то такое вот подобное но монолитная ну вот мы смотрим там шкафная стеночка уже готовится устойная опора есть и мы видим две таких мощных тумбы в которой я так понимаю будет упираться все это сейчас мы сами еще полетаем посмотрим как это все выглядит сверху к туннелю мы наверное не будем подъезжать близко останавливаться мимо него просто проедем потому что я уже летал на самом деле это я вам покажу только то что я заснял чуть раньше и там никаких работ не ведется единственное у меня такое вот сложилось мнение что там земляные работы немножко накопали к туннелю повышение дороги со стороны полтавы это уточним и я вам потом расскажу принципе по туннелю я никаких изменений не заметят ну что летаем и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь были пролеты разной длины Там порядка 22 метров Еще какие-то пролеты я так честно говоря не запомнил Но это уже наверное не имеет значения Потому что Ставятся будут полностью Все новые буронабивные сваи На новых местах будут ставиться Новые ростверки Новые стойки, новые опоры И пролеты здесь будут уже все по 33 метра Мост имеет длину 218 метров проектную И вот мне только что ребята Это из КНК сказали, что сегодня Буквально получили уже оси И где бурить под Опоры сваи Соответственно здесь уже Он стоит, приготовилась уже давненько Я ее видел еще прошлый раз Но она оказывается не работала Вот ждала Буровая установка Bauer BG39 Вот то что я вижу Я в них не очень разбираюсь Поэтому я думаю Специалисты поймут что это за машина И вот сегодня ночью Начнется бурение Пока что идет демонтаж Всего что здесь было То что вы сейчас видите Это частично сделана отсыпка Мы туда дальше пойдем Ворсла она там очень широкая 70 метров в ширину Здесь сузили ее шкунтом Ларсена Сделали отсыпку Потом это все вернется Я уже полетал для вас Вы сейчас это все увидите Поймете о чем я говорю Ну а пока посмотрим с земли Как все это будет делаться Итак старый мост разбирается Ставится новый Новые будут предварительно Натяженные арматуры Балки Очевидно и образные На которых будет все как обычно делаться Плита монолитная и так далее Мост который скажем так старый Но не самый старый За ним сейчас наблюдают И у Крафтодор должен принять решение Что с ним будет делаться Но гипотетически будет меняться Все верхняя часть его То есть включая балки И включая новые ригеля Возможно будут усиливаться фундаменты Это мне ребята из КМК сказали Но это как предположительно То что ждут То есть пока идет работа По вот этому мосту Будет здесь два отдельных моста Которые будут дорогу первого класса Обслуживать Первой категории простите Это будет отдельное направление На Харьков Теперь спустимся Посмотрим получше Что там интересного делают Как вы уже поняли Из всего вышесказанного Опоры Они не будут совпадать Старые с новыми Поэтому собственно Ростверки никто уничтожать не будет Здесь как мне сказали Были забивные сваи Но все что здесь в земле находится Оно здесь в земле и похоронится А рядышком будут ставиться Уже по новой схеме Новые опоры Кстати я вам еще забыл сказать Совершенно первая Полуподкова разворотная Которую я вам показывал Там используются забивные сваи Тоже под фундаменты Почему? Потому что так проект решил То есть Я честно говоря думал Что уже все реже и реже В основном бурят у нас А забивные сваи уходят Как-то но оказалось Что в некоторых местах Их активно очень применяют Мы видим огромное число каркасов Уже заготовлено для буроинжекционных сваи Стоит уже знакомый нам Терекс Ну точнее мы его еще не видели Но такие же аналогичные видели Здесь мы видим Такую интересную машинку И я думаю Наиболее внимательные зрители Уже догадались что это А для тех кто не догадался Я поясню Это автономный вибропогружатель Для шпунта Ларсена Фирмы Бауэр Называется РГ-19 А если точнее То РТГ-РГ-19Т До этого мы с вами видели Вибропогружатель в виде отдельной головки У которой есть там маслостанция И которую на кране опускают Она там что-то погружает Что-то вытаскивает Это отдельная машина Наподобие буровой установки Она полностью все делает сама То есть она поднимает шпунт Она его захватывает Она его направляет И в самой гидросистеме машины Все предусмотрено для работы Этой вибропогружательной головки То есть ей больше практически ничего не надо К сожалению не могу вам ее показать в работе Но то что есть такая машина Вот я думаю Вам интересно было бы узнать Здесь мы видим как Недавно разбитую опору Грузят на Ануровский грузовик Почему на Ануровске Потому что еще раз напоминаю Что здесь генподряд у Анура На все сооружения На всю дорогу И здесь разные украинские фирмы Работают на субподряде Ну а Анура обеспечивает той техникой Которую возможно было бы Дорого в больших количествах арендовать Видим какие гигантские МИГи Приготовлены И собственно здесь остался маленький кусочек моста Который здесь был Для того чтобы вы поняли Что значит Железобетонный арочный мост Вот такой вот пролет Но он здесь был Как мне объяснили Разной длины Разные пролеты И разного сечения Но в принципе вот такие вот Как бы арки Монолитные Здесь еще остались Чуть-чуть И вы видите Насколько сузили реку Вот ее берег один Там дальше продолжается он Вот это все было отсыпано На шпунте И кстати мне объяснили Что шпунтопогружатель Вот у него цифра 19 В названии Это значит что он может 19-ти метровый шпунт погружать Здесь использован Насколько я вижу 12-ти метровый Но если надо Он может и такой большой А вообще мне сказали Что ребята В море погружали Шпунт длиной 24 метра Это самый длинный Был шпунт Который 38 тонн Каждая шпунтина весила Правда шпунт был Не такого Сечения А он был Типа двутавра Что-то Вот вы видите Какая шириноворство Здесь была До моста И после моста И насколько ее сузили И сейчас так достаточно Быстрое течение идет Еще вы эту красоту Увидите С неба Ну здесь я думаю Так особо пока Обозревать нечего Но я думаю Что мы сюда еще вернемся Потому что мы Дружим со всеми этими Эфирами Уже со всеми Передружили Все нас знают Мы пришли О мы вас знаем Классно Давайте Обозревайте Мы вам все расскажем Поэтому это приятно Конечно же И мы будем Возвращаться сюда Еще Для того чтобы посмотреть Как здесь будет Все это созидаться Что еще мне ребята Тут в довершение Сказали Каким образом Здесь будет Устанавливаться Новые опоры На каждую опору Будет приходиться По 8 Буронубивных свай Диаметром Полтора метра После того Как будут Забурены сваи Будет Огражден Шпунтом Ларсена Будущий Котлован Шпунтовой Выбрана Земля Откачана Вода Почему Потому что Вы видите Что достаточно Высоко Здесь Уровень Грунтовой воды И Как мы с вами Видели На Подольско-Воскресенском Мостовом переходе На Рустановских садах Там вот будет Также воздвигаться Сначала Ростверк И потом Опора Еще раз повторюсь Сегодня Начнут ночью Бурить Завтра будет Первый бетон И планируют По 3 Сваи Делать каждый день Если не будет Каких-то Нюансов Кстати Здесь мне еще Объяснили Здесь Работает Как я уже сказал КМК Но это братская компания Мостострою Которая строит На развязке На Рассошенцах Развязку На Супруновке И Эстакаду Я вам это все Уже показывал Сегодня мы К сожалению Не можем поехать У нас недостаток времени Поэтому я вам В двух слагах Расскажу Что там делалось На Рассошенцах Там уже Насколько мне сказали Развязка готова Было проведено Асфальтирование Вот того клевера Мощного Который я вам показывал Там уже все Также еще По-моему Неделю назад Ребята Из МБК Мист Заасфальтировали ГУС асфальтом Вот эту длинную Эстакаду Которая там 518 метров У нас была И Последнее делается Сейчас Доделывается На Супруновке Там уже Три пролета Заасфальтировали И на остальных Пролетах делается Гидроизоляция Почему? Потому что Мешали дожди И сейчас Небольшое пойдет Отставание Но это буквально В пределах Несколько дней От графика По причине дождей Потому что Под сильными дождями Вы знаете Асфальтировать нельзя Там под накрапывающим Еще можно Под сильным Нет Здесь придерживаются Этого Поэтому здесь Все четко И Из-за этого Вот такие бывают Отставания Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, на этом я завершаю наш обзор. Вот такие у нас были интересные объекты. В прошлый раз мы их проскочили очень быстро. В этот раз я постарался вам рассказать, что и как. И надеюсь, что у вас будет интерес. И мы продолжим знакомство с ними, будем наблюдать. В частности, мне очень интересно вот этот мост, как он строится. Потому что мосты через реки, это всегда что-то такое необычное. Необычное решение техническое. В общем, будет прикольно, я думаю. Я вас благодарю за ваше внимание, за ваш интерес к моему каналу, к стройкам Киева и Украины. Огромнейшее спасибо, конечно же, нашим уважаемым донаторам. Благодаря поддержке которых, возможно, вся наша деятельность. Еще раз благодарю компанию Дар Авто из Киева. Это фирменная стоя Hyundai, которая мне помогла починить мой Tucson. И теперь по Киеву у меня будет лучший обзор. Потому что я буду уже без проблем ездить. Вы помните, у меня там все гремело, грохотало, гудело, рычало и так далее. Вот была дорогостоящая очень ремонт. Много чего там по ходовой, по всему остальному. И Дар Авто, фирменная стоя Hyundai, которая находится в Киеве на Павлау ЦНК-8. Вот они мне помогли с хорошей-хорошей скидкой сделать этот ремонт. Теперь машинка тихенькая. Я буду ездить для вас, снимать в Удовьевский, Воскресенский, Воршаговский и все остальное. Поэтому им большое спасибо. Также огромное спасибо нашим строителям, мостостроителям, дорожникам, всем-всем-всем, кто радует нас своими успехами. Спасибо всем, кто смотрит нас с подписочкой, кто нам оставляет лайки, комментарии, кто делится ссылочками на наши видео в своих соц. сетях. Если не подписаны, жмите подписку, жмите колокольчик, жмите подписаться на наш телеграм-канал, вступить в группу в фейсбук и подписаться на страничку в фейсбук. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых обзоров. Мира, любви, счастья, здоровья, добра, пока! Мы переехали через Ворсклу и видим еще какие-то конструкции устанавливают. Давайте пока зафиксируем их для истории, я не знаю еще для чего это. И совсем забыла упомянуть для вас, перед тем, как доехать до Ворсклы, мы проехали мост над железной дорогой. Я вам его не показывал, потому что там уже работы не ведутся, он уже сдан в эксплуатацию. Но чем этот мост интересен? Тем, что, оказывается, его делала наша с вами любимая, знакомая фирма Укртрансмост. Делали его в прошлом году. Так что тоже себе это заноту ему. Ну и мы уже въезжаем в Полтаву. Ну далее мы движемся на Гадяч. Сегодня у нас еще в программе Гадяч. 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 Гадяч.